И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня хотелось бы поиграть на Джиггернауте. Как вы знаете, недавно выходил видеоролик, посвященный данному режиму, данному уникальному вооружению на основах. И я говорил о том, что если наберется больше 150 лайков, то я запишу такой же подобный видеоролик, только уже на Чиппердейле, на мульте, и посмотрю вообще, как все это дело будет здесь работать. Как вы знаете, Джиггернаут апнули, и сегодня мы посмотрим, что вообще можно сделать на таких званиях с вооружением М3 полупрокаченным. Сегодня, к слову, скидки, я думаю, что сейчас надо будет еще поставить здесь на прокачку что одно, что второе. Ну, либо я сделаю это чуть попозже, после видоса, поэтому по 10 шагов у меня здесь качано, что Харек, что моя пушка. И хотел бы я запикаться в Джаггер, поиграть исключительно на Джиггернауте и показать вам, насколько жестко сейчас можно здесь фармить просто опыт. Ну и давайте попробуем сделать какой-нибудь рекордик, возможно-таки. И если что-то подобное получится, то будет очень-очень даже достойно. Надеюсь, что меня запикает на Джаггера, потому что мне нужен исключительно Джиггернаут. Я так понимаю, что первая катка уже без Джаггера, да, но может быть все-таки есть какая-нибудь новая каточка. Давайте попробую пару раз перепикнуть. Все-таки я хотел бы катануть именно на данном уникальном вооружении, но похоже каток нету. Сейчас у нас все-таки праздники в игре и новые катки не пикает. Ну, давайте поперепикиваем, потому что нет смысла заходить в Джаггер и играть без Джаггера, рассказывая про него. Это будет как-то глупо. Сорян, что, конечно, так происходит. Но я надеялся просто, что будет много каточек и все довольно быстро произойдет. То, что я два раза три пикну, найдет ту самую новую катку Джаггера. Я буду на Джаггере и смогу полноценно фулл катку подамажить, понаваливать. Мой рекорд последний, который я набивал на стримах, это было около 50 килов на данном аккаунте на Джаггернауте. Возможно, мне удастся сделать даже больше, если катка, конечно, новая появится. Может, у меня запикало опять в старую. Сейчас у нас все-таки ивент в танках происходит и все играют в новом уникальном режиме, на уникальной карте. Ловят голдики. Джаггернаут, видите, не особо пикает. Если есть катка, то она, видите, какая-то начатая. Возможно, даже придется сейчас доиграть ту катку, дабы полноценную новую катку потом уже зайти, пикнуть и начать катать. Нет, все-таки запикивает. Наконец-таки, спустя пару минут, пикает и Джаггернаут у нас есть. Главное, чтобы сейчас не выпала крит-ошибка, потому что если будет крит, это будет просто максимальный провал. И главное сейчас играть максимально аккуратно в начале, дабы не слиться, дабы я просто-напросто не улетел здесь от Джаггернаута вражеского, либо же меня кто-то не поехал и не запушил. Давайте попробуем покидать здесь урона пока что. Первые рельсы мимо летят. Я сегодня еще нифига не разыгрался. Можно так сказать, первая катка за день и поэтому не все так круто у меня здесь получается. Но, а что касаемо урона, то здесь уже, можно сказать, практически каждый корпус идет ваншотом. Потому что все-таки ребята есть, которые не качаны, и даже если они там на ДА-шках, это либо два выстрела, если они там не качаны, то даже есть пациков, которых можно просто на харьках, например, ваншотить. С одной рельсы ваншот, когда прилетает, вы сами понимаете, что это такое, насколько это круто вообще смотрится. Ну, какие-то здесь сквозные залетают. А, Джаггера, я так понял, крит был, что он специально встал под меня и взял, еще не отдал мне специально килл и вышел. Ну, ладно. 6 киллов у меня есть, убойная позиция также имеется. Я думаю, что пушить Джаггернаута в данный период времени нет смысла вообще никакого. Можно так исключительно покидать по 3000 урона. Напоминаю то, что это вооружение не М4, то есть не МК8, это МК7. Полупрокаченное, но для данных званий это очень, все равно мощно и круто. Вы видите, каким званием меня сюда подпикивает. И здесь есть как лейтенанты, которые, как я, ну и также есть полковники, у которых вообще может быть, по сути, уже МК8 вооружение. Я не понимаю, что хочет отменять на гиббатор. Бесит, маячит, мешается. Очень бесит мне такие, конечно, игроки. О, сейчас промазал плохо, конечно, но ничего страшного, думаю, здесь солью. Ну и понятное дело, что на таких званиях уровень игроков, их скилла намного меньше, нежели на основах. То есть здесь попроще стоять, дамажить, нагибать. Ну и когда вот такие ваншоты постоянно начинают лететь, вы тоже понимаете, что, ну это жестко. Это реально жестко. Когда ты просто стоишь на одной позиции, 14 килов уже даешь, если бы на меня бы еще бы, знаете, как зомбаки ехал бы противник, я бы просто бы от них бы отбивался. Вы же представляете, сколько я бы тогда бы надамажил здесь уже противника. Может быть, 30-очку я бы уже бы полноценный за эти 3 минуты мог бы выдать. Ну и если бы еще бы не промахивался, может быть, тоже летело бы еще и получше. По джаггеру я уже 9000 урона нанес. Наверное, у него осталась одна тычка, может, полторы тычки до его респа. Ну и мамонт, скорее всего, ой, М3 едет. Ну и надо его нагнуть, безусловно. Решил он там овер прожать, не совсем грамотный. Ну и здесь я тоже не успел парня слить. А, блин, я думал он там сразу прыгать будет. Там прыжочек немножко дальше. Поэтому не успел до него дотянуться. Ну ладно, стоим, пока стреляем. Рисковать пойдем под конец катки. Кто смотрел тот видос, где я играл на легенде на джаггере, вы увидели, насколько много я рисковал. Здесь я не хочу повторять ошибок. Не хочу просто ехать вперед. Да, это будет намного зрелищней в каких-то моментах. Но также рисков в таких ситуациях очень много. И если я буду просто сливаться, при этом не набирая ни должного вообще никакого опыта на джаггере, это будет, конечно, печально. Ну и также, ребята, если вы смотрели предыдущие видосы, где-то около месяца назад, может даже меньше, выходил видос тоже на этом аккаунте, где я катал на джаггернауте. И говорил, что даже с тем джаггером, который у нас был, который был явно не такой нагибаторский и не так много урона выдавал, я говорил, что на нем можно полноценно играть и нагибать. Но что касаемо данного джаггера, то он просто разваливает. Он просто уничтожает любого. И за счет этого вы можете просто жестко, нереально много фармить весь, конечно же, крисов. Так, голдик я вижу. Возможно, даже стоит сейчас поехать отжать голдески, если там контейнер. Ну, по сути, у меня кристаллы на этом аккаунте. Вы сами знаете, что я коплю и все сливаю на микропрокачки. Поэтому я надеюсь, что мои тиммейты на меня не очень сильно разозлятся, если я сделаю вот именно так и скажу, извините, друзья, но мне серьезно просто надо данный золотой нагибаторский ящичек. Если бы я играл на основе, я бы, конечно, оставил бы ребятам. Но так как я играю не на основном аккаунте, а на аккаунте, где полноценно нужны кристаллики, то, понятное дело, я поеду лучше отожму, прибавлю себе косарик и вкину потом этот косарик на микропрокачку своего аккаунтика. Если бы я еще здесь попал... Ох, шикарно! Вообще нереально! Такой пикселевый прострельщик у нас там был в зоне. И я, конечно же, его зацепил. 27 килов! У меня, правда, крит, потому что я уже одного противника не вижу. Но я надеюсь, что мне не помешает этого в данном бою сделать хотя бы... Хотя бы, хотя бы... Ну, наверное... Килов 40 здесь можно дать. Здесь еще противник не будет откатываться. А, он сдержет ДА-шку, я понял. Гроповая ДА-шка падает. Но, увы, друг, она не твоя. Полторы минуты до конца у меня был овер. Да, здесь прострела нет. Ну ладно, давайте спрыгнем. Заберем танчик. Я надеюсь, что мне сейчас рикошет не прожмет овердрайв, и я не улечу здесь на респ. И крит не вылетит под конец катки. Потому что я уже 30 килов дал. Ну, давайте пробуем. Пробуем. Сейчас поедем на вражеский респ. Все-таки 3-0 мы ведем. Я думаю, что катка данная уже является выигранной. Можно уже немножко задавить. Мамонт против, похоже, фулкач не играет. Что мне очень тяжело его сливать. Ну и сами вы понимаете, то, что меня в катку кинуло к лейтенантам и к нагибаторам, у которых здесь полковники, то есть почти бригадирчики. А если меня будет кидать к воронто, вы просто увидите, насколько там жесткий разнос все-таки начинается. И как жестко можно разваливать противника. К слову, вы видели то, что мне стопанул челик, которого я не вижу. 3 секунды конца. Ну, теперь уже явно время пушей. Время накидывания урона. И я надеюсь на то, что сейчас джаггер данный улетит на респу. Да, есть. Шикарно. Так, рельса пытается меня слить. Давайте собьем ей. Давайте сольем ей. 10 секунд. У меня 655 опыта. 36 килов. До 40 успею добить. Если бы этого челика бы слил, может быть, было бы и шансик. Ну, а так я еще и на респу успел отлететь от челика, которого я не вижу. Поэтому давайте нажимаем быстро продолжить. Надеюсь, что сейчас мне сразу закинет еще одну катку. И попробуем в той катке уже сделать 50 килов. То есть, нам было 37. Если сейчас у меня... Блин, хорошая карта. Но, к сожалению, к сожалению, я не на джаггернауте. Звания были очень даже приятненькие. Надеюсь, что сейчас меня закинет в ту катку, которая будет новая. И я буду на джаггернауте. Все-таки, когда у нас праздники, не так много джаггеров, я имею ввиду, боев в режиме джаггернаута имеется. И случаются такие ситуации, когда ты просто перепикиваешь, и довольно долго тебе надо ждать, надеяться и верить, что будет новая катка, то, что ты запикиваешься на джаггернауте. А если не запикиваешь на джаггере, то снова надо перепикивать, потому что, по сути, для меня, ну, наверное, даже смысла в какой-то степени нет особо играть на простом здесь вооружении. С той возможностью моей, которая у меня имеется на данный период времени, быстро запикиваться в бои, мне, конечно, лучше перепикнуть, забрать первого джаггернаута и полноценно на этом джаггере уже отыграть бой. Против, я так вижу, диктатор М0 имеется, и, возможно, даже в этой катке у меня получится дать около 50 киллов, если я, конечно, не получу здесь крит-ошибку, потому что крит у меня до сих пор в бою имеется. Ясно. Ясно, понял, принял, обработал. Вы все видите сами, меня критануло, и я иду обновляться. Как же я люблю и обожаю эту нагибаторскую игру. Ох, боже, ну почему, вот почему именно в данный момент вот я еще хотел, думал, блин, может быть, лучше перезайти. И надо было перезайти. Вот перезашел бы сейчас, и было бы все у меня великолепно, а сейчас уже смысла никакого здесь нету в этой, ой, нагибаторской катке. Ну и надеемся на то, что все-таки меня последнюю полноценную катку сейчас на джаггере закинет, и будет все очень-очень даже достойно. Меня запикивает на пустыню, которая уже начата. ХП у нашего джаггера много, а это значит, что смысла никакого в этой катке по сути и нет. Пикаем в новую и надеемся на то, что меня запикает. Все-таки, когда записываешь такие видосы, хочется, чтобы все было как-то, ну, более быстро, более как-то подготовлено, но вы сами видите то, что я довольно много времени жду, что с первой каткой мне надо было там поперепикивать столько боев, чтобы запикало меня на джагги, что сейчас, но я понимаю, что это уже, да, есть полноценный джаггернаут. Ну, и я надеюсь на то, что уже сейчас точно крита не будет, потому что если будет крит еще раз, это будет провалище нереальнейшее жесткое. Я надеюсь, что больше критов не будет. Сейчас мне удастся неплохо так поформить. Карты, конечно, ну, не самые удачные, если бы эта карта называлась бы хотя бы, хотя бы Барда, которая была предыдущая, либо Пустынечка, которая там тоже пикалась, то мне кажется, было бы намного покомфортнее поиграть на джаггере. Но имеем то, что имеем, да, как бы не будем сейчас говорить, что плохая карта, все дела, мы ее с вами не выбираем, поэтому играем на том, что нам дают и сейчас сыграем чуть-чуть, чуть-чуть поагрессивней. Я надеюсь, что я за это не получу сейчас по башке, хотя джаггер уже летит на меня и хочет поражать овердрайв. Ну, ладно, поражал овер, молодец, друг. А у меня-то свой овер есть. И что ты скажешь мне на этот счет? Правильно, ты скажешь мне то, что ты уже проигрываешь 1-0, а вот сейчас я лучше уже откачусь. Все-таки своего джаггера я забрал, команду вперед вывел, теперь уже риск, по сути, не имеет никакого смысла. я веду. А это значит, что нужно поиграть сейчас чуть-чуть поаккуратней. И если будет еще возможность такая на пропуш противника, то я ей обязательно воспользуюсь. Но пока что я думаю, что стоит поиграть чуть-чуть поаккуратней. У тебя там джаггер стоит АФК или нет? А, нет, он целится, я помню. Не показалось, что он АФК стоит. Я уже хотел ехать, хотел пушить его, но так понимаю, что он просто целится. О, здесь прострелы есть, нифига себе. Подожди, 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 Нет, 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 подожди. Такие выстрелы я, конечно, понимаю, что можно выдавать. Давай-ка ты не будешь такие выстрелы выдавать. Это будет очень, в каком-то смысле. рельса, конечно, прострельчик. Ну, и джаггера просто уносят нарез. Нифига себе я там прострельчик выдал. Еще один по джаггеру залетал бы выстрел, если бы не ноль урона. Ну, и давайте попробуем уже чуть по агрессии поиграть. Я так смотрю, что наши тиммейты очень жестко давят и кажется, здесь попахивает керосинчиком, что все быстро очень закончится. Уже 3-0. Походу дело сейчас и 4-0. не заставит себя долго ждать. 3 тысячи вылетело. Главное, чтобы я тут не отлетел. У меня пока овер есть. Значит, все хорошо. Ваншот не прилетает, обидно. Там вообще ноль хп, я думаю, уставалось у типа. Здесь еще урон. Ах, вот эта текстура, конечно, это просто ужас. Танковые текстуры, как вы мне нравитесь, когда такие моменты происходят. я прям нереально получаю много положительных эмоций. А как вы смотрите на все это дело, когда играете на бойне? Я думаю, что так же, как и я, радуетесь тому, что залагали в текстуре. Так, я чересчур сильно наглею. И я это понимаю, но не хочу уходить с этой убойной позиции. джиггернаут противника меня не собирается пушить. А это значит, что, правильно, мы продолжаем играть в данную наглую игру. Три с половиной минуты до конца. Ноль урона нет, ну только не ноль, пожалуйста, хорошо. Ну вот сейчас надо уже откатиться. Надо откатиться, безусловно. Если сейчас я останусь просто в той позиции, то все может плохо для меня закончиться. Одна рельса с овером, и я бы улетел, там еще и хоречек, с овердрайвом может быть. И без овердрайва мне в той позиции точно делать нечего. И так я там своих 20 килов дал. Может даже, нет, наверное, чуть меньше, чем 20. С двадцаткой я загнул, но все-таки очень прибыльная точка была. И возможно стоит сейчас с этой точки, блин, не понял, как это, не понял, как-то рельса там не прилетела. Ну ладно. Забираем, 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 шафт целится не в меня. Пожиги. Очень много промахов, если честно, с моей стороны. Если бы было бы меньше промахов, я бы еще пару-тройку килов дополнительных бы точно забрал. Рельса прожала овер впустую. Она думала, что я простой батечек какой-то, и откроюсь под нее. Ну а джиггернаута сливать по сути нет смысла. Мы ведем 3-0, он под меня не открывается, пытается поиграть на свой опыт, ну а мне тоже особо смысла открываться под него тоже нет. Если я поеду на него, запушу его, он меня может слить. Зачем мне это делать? Зачем мне рисковать? Я не вижу никакого профита в этом. Здесь еще и моя команда мне особо не помогает. Нифигасит триплкил. Блин, ну за такой триплкил можно и лайкосик поражать, я думаю. Блин, хороший трипл. Еще есть джиггернаута на конце. Этот триплкил был бомбический. Так, у меня 70% овера и 5-0 по покатке, по покатке, по покатке, по покатке. И джиггернаут тут, как тут, ничего, если последователь выдал. Даже сводиться не хочу. Сейчас мы его рельсочками заберем. Отлично. 6-0. Похоже, 7-0 себя тоже не заставит долго ждать. 50 килов, конечно, не будет, но зато джиггера я заберу. 915 очков. 44 на 0. И это, друзья, вы видите, какие звания. То есть, вы видели ту пустыню, где меня бросало, где были ворот, офицеры, а это катка, где есть полковнички, есть капитанчики, лейтенантики, и здесь уже у меня удалось набить 44 кило, при том, что это досрочка. Если бы не было досрочки, то здесь можно и за тысячу было бы улететь. Я бы, конечно же, с удовольствием записал бы сейчас видос бы на минут так 40, искатал бы еще пару-тройку каток и показал бы все это дело, но вы не любите смотреть, конечно же, долгие видосы. Я думаю, что данных двух полноценных каток будет достаточно, если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите, чтобы видосов по данному аккаунту по режиму Джиггернаута выходило как можно больше, то обязательно прожимайте лайк, пишите в комментариях вообще, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу Джиггернаута. Возможно, предлагаете свои какие-то версии для последующих видосов. Хотите ли увидеть такого рода видосы, может быть, хотите что-то новое, что-то интересное, поэтому по этому поводу пишите обязательно в комментариях к данному видосу. Ну и не забывайте ставить луксы, подписываться, мне будет очень сильно приятно, если вы все это дело, конечно же, сделаете. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока